С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 13 марта. У родившихся в этот день 1888 год, день рождения Антона Макаренко, русского советского писателя и педагога, смог применить в своей практике опыт массового перевоспитания детей, правонарушителей в трудовой колонии. В советское время считался настоящим героем-преподавателем. Однако не всем пришлась по душе его методика. В Харьковской трудовой коммуне имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, созданный Макаренко из бывших беспризорников, выпускался советский дальномерный малоформатный фотоаппарат Фетт, который являлся копией немецкого фотоаппарата Лейка-2. И в этом принимали участие именно подопечные Макаренко. Уже за это им и ему спасибо. 1910 год, день рождения Ирины Бугримовой, всемирно известной укоротительницы тигров. С искусством знаменитой укоротительницы были знакомы зрители всего мира. Ее львы выполняли невероятные по тому времени номера. Они ходили по канату, вместе с укоротительницей качались на качелях под куполом самого цирка. За свою жизнь Бугримова выдрессировала 80 львов. Ну а первый Цезарь стал другом на долгие годы. 1913 год, день рождения Сергея Михалкова, автора дяди Степы, писателя, поэта, баснописца, драматурга, военного корреспондента, автора текстов гимнов Советского Союза и гимна Российской Федерации, председателя Союза писателей РСФСР. Год 1942, день рождения Джона Скэтмена, популярного скэт-певца. Он придумал уникальный стиль музыки, который совмещал в себе скэт и хаус, а широкую известность приобрел благодаря хиту 1994 года, который так и назывался Скэтмен. Поскольку с детства он страдал заиканием, свой успех Джон назвал превращением своей самой большой проблемы в свое самое полезное качество. Он выпустил один за другим три альбома, был невероятно популярен и не снижал рабочих нагрузок, несмотря на тяжелую болезнь. 1944 год, день рождения Игоря Кио, иллюзиониста. Популярный шоумен и несостоявшийся футболист Спартака имел феноменальный успех не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. Давал 600 представлений ежегодно, а потом настали трудные времена. В конце 90-х годов жителям страны стало совсем не до чудес. Кио пришлось фактически начинать с нуля. Он организовал шоу-иллюзион Игоря Кио. Ему приходилось работать почти 24 часа в сутки. Выстоять в тяжелые времена было непросто. Чтобы сохранить труппу, он брал заказы на выступления в ночных клубах. И рано ушел из жизни. О событиях этого дня. 1707 год. Петр Первый издает закон о защите Отечества, о предосторожностях на случай вторжения неприятельского. Население заблаговременно оповещалось. Супостат на русской земле не должен получить ничего. Ни продовольствия, ни фуража. На 200 верст глубину от границы, от Пскова через Смоленск и до Черкасских, то есть украинских городов. Требовалось не держать на виду запасов хлеба, сена и так далее. Зарывать все в ямах, прятать в лесах, а самим готовить убежище в Чищобах и болотах. 1781 год. Английский астроном Вильям Гершель с помощью собственноручно изготовленного телескопа открывает седьмую планету Солнечной системы – Уран. Правда, первоначально он принимает ее за комету. Называет в честь своего высокого покровителя, короля Георга III, звездой Георга. Короткое время она носила имя первооткрывателя, пока немецкий астроном Иоганн Бодее не придумал для нее название «Уран». 1881 год. Александр II смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, которая брошена народовольцем Игнатием Гриневицким. 1930 год. Американский астроном Клайд Томбо объявляет в докладе об открытии им 18 февраля девятой планеты Солнечной системы. На следующий день 11-летняя школьница из Оксфорда предлагает имя для новой планеты, и в мае будет опубликовано официальное название «Плутон». Ну а совсем недавно, уже в этом веке, ее перевели в разряд малой планеты. 2013 год. Избран 266-й Папа Римский Франциск. Первый в истории Папа из Нового Света, первый за более чем 1200 лет не из Европы, первый иезуит, первый монах со времен Григория XVI, который состоял в ордене Камальдулов. Ну и последнее. 1989 год. Была изобретена всемирная паутина, более известная как интернет. Изобретателем считается английский ученый Тим Бернерс Ли и его коллеги, которые работали в Европейском Совете по ядерным исследованиям. Сегодня без всемирной паутины, как тогда ее чаще называли, обойтись практически невозможно. И многие до сих пор судачат, для чего нам дано сие человеческое чудо? Для развития или для падения в бездну? Это был Николай Пивненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok